всем привет с вами алексей 4 октября 2021 приближается сезон отправок сейчас поднимем вопросы по поводу отправок по поводу мелкой розницы ну по поводу обмена саженцами и закончим на самом приятном по поводу сбора урожая сорта боровской вот сейчас находимся возле сорта шедевр он был посажен весной прошлой весной следующей весной ему исполнится три года пусть он высаживался годичным саженцем абсолютно небольшим то есть то что осталось от отправок весной потом подсадил для того чтобы вам показывать и на орешек вот такая у него уже толщина достаточно серьезно вот здесь была подрезка и также вам будет приезжать саженец подрезанный и так план такой приблизительный ориентировочный числа 18 основные отправки это для тех кто заказал более 10 саженцев отправляем там все как всегда вы ямки готовите я вас набираю кто записан я вас набираю и соответственно записываем номер новой пошты нова пошта должна быть обязательно грузовая нова пошта на саженцы на обычное отделение не отправляет к сожалению это их требования все будет хорошо упаковано подписано саженец маленький в этом году не будет высылаться для того чтобы улучшить скажем так приживаемость если будет маленький саженец сейчас я расскажу что будет дальше с этим итак если все будет нормально 18 понедельник отправили до выходных до вас дошла посылочка там до пятницы до четверга и вы на выходных высаживаете высаживаете сразу посылки забираете сразу тут никто ни под кого не подстраиваться под новую пошту не бегает это нереально соответственно все посылки будут отправлены понедельник вторник ориентировочно так 18 19 и вот 19 можно уже будет звонить и звонить уже не мне звонить уже ирине все номера телефонов все будет в описании прайсы все есть то есть под этим видео сразу в описании есть полностью вся информация то есть если более 10 саженцев ко мне менее 10 саженцев к ирине ирине можете набирать уже сейчас у нее будет точно 4 сорта трапезунт оригинал шедевр украина 50 и варшавский красный это прекрасные сорта которые замечательно подходят для закрытых участков на полу закрытых участков то есть никаких низин реки рядом никаких открытых с ветрами нет эти сорта вот прекрасно себя покажут в затошных местах то что в основном у нас есть у дачников до либо у заводчиков можете брать смело все оригиналы и так по поводу значит это четыре сорта уже можно записываться но будет еще после выкопки основных правах добавятся еще сорта об этом я сразу же сделаю видео то есть ориентировочно 19 20 число мы уже будем знать что у нас есть в наличии и сразу звоните ирине и отправляем если будет саженец небольшой для профессионалов по договорной цене ну скорее всего сниженной конечно они будут отправляться профессионалам то есть тех кто дорастит уже в теплицах парниках в прикопах вы меня поняли да для обычного дачника в основном это не годится те саженцы которые мы присылаем их надо посадить сразу я постараюсь сделать видео как это правильно сделать но есть на моем канале видео называется от а до я так и называется от а до я и в нем все подробно рассказано очень рекомендую к просмотру там все и расстояние и все остальное есть минимальное расстояние для посадки саженцев это в ряду приблизительно два с половиной три метра это если севера на юг тогда он будет освещаться с двух сторон и при формировке штамбом или небольшим кустом это вполне допустимое расстояние но между ряде надо делать пошире 4 4 5 чтобы хотя бы 45 чтобы вы не топтались по ореху так как орех и ветром немного разносит и разлет ореха там уже много зависит от формировки скажем так ну я в основном штамбами дело но также можно делать и кустом за кустом тяжелее ухаживать но если срезать нижнюю часть куста то принципе будет замечать теперь по поводу обмена обмен значит если у вас есть сенцы сенцы это неизвестные сорта которые многим повпаривали питомники на базарах тем более и вот среди этих тысяч миллионов сенцев попадаются надо очень интересные экземпляры если вы хотите дать этому сенцу жизнь если он у вас уже проверен уже дает результаты что интересует ну конечно круглый крупный орех если орех даже не крупный то вернее не круглый то тоже интересно краснолистные формы интересуют очень тоже то есть орех должен быть чем-то интересен если у вас обычный орех ну то есть беспокоить не надо то есть он не представляет такой большой ценности чтобы им заниматься он должен быть чем-то выделяться отличаться да то есть высокая урожайность обязательно крупный орех который сыпет которого много морозостойки естественно но так как сенцы скорее всего в наших регионах будут уже морозостойки и поэтому насчет этого я особо не парюсь ну вот или круглая или не круглая форма но он должен быть крупный красивый и если он еще и вкусный но там по по многим характеристикам тоже будем обсуждать то конечно взамен можно будет получить что-то интересное либо скажем так что-то сортовое не дешевая да типа там трапезунда шедера на опять же надо смотреть что это у вас за материал в любом случае если что-то действительно заслуживает внимание все попало не надо присылать пожалуйста мы очень заняты и времени нет и кире ирину пожалуйста тоже сильно не задал бы эти вопросами никого короче не задал бы позвонили видео сначала посмотрели вот а до я и другие которые такие познавательные на моем канале а вы уже подготовлены вы примерно понимаете что вам нужно позвонили записались дальше ждем скажем так посылочку сразу получили сразу высадили высадили так как рассказано в видео от а до я так переходим плавненько к самому приятному сбору рожая собрал боровской вот такой орех получился немелкий орех средний очень вкусный такой десертного вкуса очень приятный надеюсь понравится тому кто заказал очень плохо дает саженцы саженцев мало плохо дает корневую это его такая особенность ну и знаем еще буду с ним стараться подружиться тяжеловато в этом плане поэтому саженцы мало как бы этого сорта уже давно как бы давно нету не знаю даже хватит или нет и так вот есть такая большая ветвь старая и на лет 18-19 плюс минус вот и вот она разветвилась так называемый волчок небольшой от нее пошел и вот она большая ветвь и она так вот наклонилась практически аж до земли хотя и подпорка стоит вот я снял урожай с этой ветки вот он находится в пакетике без плюски без ничего уже полностью очищенный сейчас давайте взвесим я уже взвесил результат знаю поэтому как бы остался немножко доволен покажу вам что орешки никакой там нет и нету больше ничего все орешек чистый орешек а вот вес четыре с половинка веса эти точные четыре с половинка с одной большой если имея соответственно три таких ветви получаем 13 5 свежего ореха да он усохнет еще в общем я думаю вы примерно понимаете ситуацию результатом я доволен что буду дальше с этими ветвями делать не знаю посмотрим по ситуации небольшая ветвь это я их называю ветка штамп потому что если бед то там еще должны оставаться внизу ветки было бы еще больше тогда очень удобно ухаживать отводки растут и это будет мешать расти отводкам поэтому вот такие вот у меня ветвь ветка штамбы очень удобно ухаживать очень удобно собирать урожай все было покошено я очень доволен что это сделал потому что сбор ореха прошел очень комфортно ну вот результат немного ну и ветка это небольшая так идем дальше следующий товарищ очень интересный тоже ветка штамп тоже всегда он давал хороший урожай я под ним не косил как видите не покошено и расстелил белое агроволокно на это белое агроволокно орех спокойненько упал я еще труханул там вообще немного уже было то есть я дождался пока орех упадет и очень комфортно его собрал ноги уже из плюски выпали и вообще боровской из плюски хорошо очень выскакивает мне это тоже очень нравится вид ветка небольшая ну не маленькая и вот такой еще волчок с нее то есть она раздвоенная получилось и с этой ветви вот такой вот урожай здесь еще я вместе с плюски собрал но в основном уже из плюски выпал но тоже получилось очень немало я думаю тоже где-то в районе четырех килограммчиков здесь есть прекрасный показатель и давайте еще учитывать что эти растения выкармливают отводки если не было бы отводок отводков не было бы вот этого молодого штамба возможно их уберу скорее всего то соответственно результат был бы еще лучше что-то взяли птицы что-то взяли люди вот что-то взяли скажем так крысы мыши ну как бы не сильно много как видим неплохо остается на самом деле так идем дальше коротко очень маленький ветк и соответственно и небольшой урожай кстати этот куст никогда хорошо не плодоносил по каким-то причинам вот он что-то в прирост и большие идет не дает силу и соответственно забрал все силы плюс отводки еще забрали ну соответственно и результаты можно можно лучше можно намного лучше небольшой ветка штамп достаточно очень много убрал я внизу вот такой вверх вершочек остался вот результаты немного орешек но спасибо и на этом плавной отводки вы знаете орех это не мой приоритет поэтому для своих целей мне достаточно вот вообще малыш молоденький результат соответственно вот такой небольшой так это только баровской остальное уже собрал лазовской шаровидный дал тоже очень много с одной ветки вот здесь идет ветвь ветка штамп один и вот он раздвоился волчком волчок наверх волчки довольно молодые они еще много ореха не дают ну получается вот с одной ветки вот так вот не сильно много но он там притяняется то самые лучшие результаты дали тех кто был на солнце и так на этом буду заканчивать кому понравилось обязательно поставьте лайк вся информация будет в описании к этому видео смотрим видео от а до я там вся информация и еще несколько видео о посадке подготовки и так далее звонить не нужно если вы записаны я сам вас наберу перед отправкой мы запишемся ну кому понравилось понятно лайк кому что-то непонятно можно написать в комментариях кому очень понравилось поделиться с друзьями внизу есть строчка поделиться ну а кому скажем так кто еще не подписался или подписался без колокольчика обязательно подпишитесь с колокольчиком потому что если вы не подписаны подписаны без колокольчика звенящего именно звенящего то многие видео просто не приходят а видео будут очень важны кого он теперь рисует особенно розница то числа в районе если все будет хорошо опять же все звезды сойдутся числа в районе 19 20 будет видео ждите сразу смотрите сразу звоните потому что ожидаем ассортимент сортов все всем спасибо огромное кто смотрел всем огромный привет из харькова занимайтесь фундуком это очень классная тема и все у вас получится также как у нас получается всем спасибо кто смотрел и всем пока